Мы продолжаем. За последние сутки в Актюбинской области выявлены 10 случаев коронавируса. Инфицированные проживают в городе Ахтубе, а также в Мартусском и Храмтаусском районах. В целом природозаболеваемости составил 0,3%. В региональной службе коммуникации рассказали о проводимой работе по профилактике опасной инфекции. К слову, COVID-19 определили у трех жителей областного центра, шести мартучан и одного храмтаучанина. А еще у одного актюбинца выявили пневмонию. Необходимо отметить, на территории региона действуют два санитарно-карантинных пункта на пограничных постах. С начала их функционирования сухопутную границу пересекли свыше 40 тысяч человек. В результате ПЦР-диагностики коронавирусную инфекцию обнаружили у 17 транзитных перевозчиков и 18 пассажиров. С 1 августа у нас скончались 37 пациентов. В инфекционном стационаре у нас находится 88 человек, из них городские 61, в районе 27 человек. В реанимации находится 11 человек, из них на искусственной вентиляции легких находится 3 человека, на неинвазивной ИВЛ находится 2 человека. В карантинном стационаре у нас находится 30 человек, это в Мартуке 15, в Каргале 1 и в Ахтюбе 14 человек. По области работают 5 лабораторий. За сутки мы можем исследовать 2400 человек. В регионе могут ужесточить карантин в случае заполняемости коечного фонда свыше 40% и большого прироста заболеваемости. Пока прирост составляет 0,3%, а загруженность коек 28,4%. Что касается оснащенности стационаров, то по крайней мере проблем с аппаратами ИВЛ сейчас нет. Вы должны понимать, что ИВЛ-аппараты это не панацея для лечения коронавирусной инфекции. Поэтому желательно, чтобы мы проводим лечение на легкой и средней стадии, легкой и средней степени тяжести, не доводить больных до тяжелой степени. В основном те пациенты, о которых я говорил, которые находятся в реанимации, это пациенты старше 60, 70, 80 лет с сопутствующими заболеваниями. То есть, еще раз повторюсь, это те пациенты, которые имеют хронические сердечные заболевания, сахарный диабет и неврологические заболевания. Мы об этом постоянно говорим. И поэтому есть трудности с выведением таких больных с тяжелого состояния. Продолжают в регионе работу специальные мониторинговые группы, которые следят за исполнением постановления главного госсанврача. На сегодняшний день в департамент и его территориальное подразделение поступило 1173 материала. По всем этим материалам приняты постановления об административном правонарушении и вынесена сумма штрафов на 147 185 290 тенге. Основные нарушения были выявлены мониторинговые группы. Это не ношение масок, не соблюдение социального дистанцирования на объектах, не соблюдение санитарно-дезинфекционного режима. Новогодние праздники уже не за горами и, безусловно, актуальным для многих сейчас является вопрос проведения корпоративов. Действует постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан по всей стране, в том числе и в Актюбинской области. Согласно такого же постановления главного государственного санитарного врача области, мероприятия торжественные, поминальные на предприятиях общественного питания не разрешаются. Поэтому вопрос о новогодних корпоративных мероприятиях в кафе и ресторанах на сегодняшний день, пока на рассмотрении, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Подчеркнем, что Актюбинский регион по темпам распространения коронавируса находится в зеленой зоне и от населения требуется соблюдать элементарные меры профилактики, чтобы не допустить роста фактов заражения опасной инфекцией.